Девушки отдыхают Движение пока не восстановлено. Когда завершатся ремонтные работы на улице Кутузова? 30 июня срок окончания работ. Но я думаю, что у нас работы идут на досрочное выполнение. Очень сильно неудобно организуют лесного Барнаульскую фан-зону на время чемпионата мира по футболу. Добрый вечер в студии Антон Киселенко. В ближайшие дни барнаульский поселок Затон может оказаться в зоне подтопления. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин. В ряде южных и восточных районов края уже введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за повышения поводковых вод уровни воды приблизились к критическим отметкам. Эвакуированы жители более чем полутора тысяч домов. Учитывая, что в ближайшие дни на территории края ожидаются осадки, ситуация может ухудшиться. В Барнауле режим ЧС пока не введен. Между тем, как отметил губернатор, уровень воды в реке Обь за последние сутки вырос на 40 сантиметров. И в ближайшие дни есть угроза подтопления микрорайона Затон. Сейчас в администрации города с городскими службами ведутся работы с населением, для того, чтобы они были предупреждены, приняли предварительные меры для возможной эвакуации, если в этом будет необходимость. Улицу Кутузова откроют для движения транспорта ориентировочно через месяц. Хотя асфальт уже полностью уложили, осталось завершить благоустройство. О том, на какой стадии находится комплексное строительство объездной дороги, узнавала Лариса Куренкова. На пути к улице Кутузова со стороны центра города сложно не заметить дорожников в оранжевых спецовках. На загородную уже два дня активно асфальтируют дорогу. Сейчас здесь уложили один слой асфальта, приступили к установке бордюрного камня, затем закатают еще один слой. Это второй этап реконструкции протяженной объездной, которая включает серьезный объем работ. Напомним, в нее входит еще и ремонт Гоголя, он планируется в следующем году. Что касается Кутузова, движение пока не восстановлено. Автомобили по-прежнему объезжают участок по Ангарской. Ведутся работы по установке бортового камня, по завершению, по поднятию люков и колодцев на уровень проезжей части, по устройству остановочных площадок, по установке остановочных павильонов. Работа подходит к концу. 30 июня срок окончания работ. Но я думаю, что у нас работы идут на досрочное выполнение. И, скажем, в середине июня мы, я думаю, будем готовы уже к открытию полностью улицы. Мост через пивоварку тоже уже приобретает очертания. Смонтированы пролеты, сейчас строители готовятся к вкладке дорожного покрытия. Если на начальном этапе, говорят специалисты, возникали проблемы с речкой, поднимался уровень воды и сложно было работать, то сейчас затруднений не возникает. Зато они есть у водителей. Горожане просят обратить внимание на состояние объездной. Несколько блоков ограждения рухнули вниз, что небезопасно для движения. Между тем, ездить по этому участку придется еще несколько месяцев. У нас по графику открытие моста запланировано на ноябрь месяц этого года. Но вообще мы планируем закончить строительство гораздо раньше. По словам специалистов, есть все шансы, что работы завершатся ко дню города. Также в планах ремонта в этом сезоне, говорят в городском комитете по дорожному хозяйству, реконструкция проезда Северо-Власихинского, строительство дороги до Краевого госпиталя. В ближайшее время конкурс на эти объекты будет объявлен. Ну а сейчас в Барнауле вместе с крупными дорожными стройками продолжается текущий ремонт асфальтового покрытия. Лариса Куренкова, Алексей Фризин, информационный канал «Город». За пьяное вождение, возможно, будут забирать автомобиль. Госдума рассматривает варианты ужесточения наказания за езду в алкогольном опьянении. Лишать машины нарушителя ПДД предлагают в случае его повторного появления на дороге в нетрезвом виде. Пока это только законопроект, но столь жесткая мера основана на печальной статистике, которая говорит об увеличении количества аварий, совершенных пьяными водителями, ранее уже лишенными водительских удостоверений. Офигеть! Россия, Барнаул в меня кидают камнями, то, что я остановился и снимаю, как кладут асфальт. Поехали, поехали, он камнями кидается в машину. Укладку асфальта в дождь многие уже называют русской народной забавой. Автолюбители и просто неравнодушные люди снимают сие действия и выкладывают в интернет, чтобы привлечь внимание власти к проблеме. Похоже, понимая свою неправоту, асфальтоукладчики перешли в оборонительную позицию и начали бросать камни в объективы. На сегодняшний день фактов, чтобы на муниципальных объектах укладывали асфальт в дождь, у нас нету. Также ни звонков от жителей не мог бы ничего к этому поводу сказать. Но вообще-то, согласно всем правилам, вести работы в дождь нельзя. Так власти Барнаула комментировали подобную ситуацию год назад. Подтверждают информацию и сейчас. И говорят, укладка асфальта в дождь возле парка Орлики нашла вне муниципального контракта. Якобы заказчик – частное предприятие, которое делает парковку для автомобилей. Руководитель строительной организации пояснил, что в данном случае в мокрой укладке асфальта нет ничего страшного. Они уже сделали хорошую подушку, а сверху положат еще слой. А если будет брак, готовы переделать и даже принести извинения. Автору ролика. Другое видео житель Барнаула снял на загородной трассе. Маршрутный автобус малой вместимости с пассажирами на борту пытался выкинуть с дороги «Жигули». Противостояние длилось несколько минут, пока «Форд» не сломал боковое зеркало представителю отечественного автопрома. А после бросился в бега. Остановил хулигана автор съемки, который и выяснил, что причиной таких разборок стал неудачный обгон «Жигулями» автобуса. У первого не хватило мощи быстро совершить маневр. Появилась встречка. И он сдал назад. А водитель «Форда» решил, что его подрезали. И начал мстить. Они решили этот вопрос на месте. То есть водитель «Форда» заплатил за разбитое зеркало. И у водителя «Жигулей», как я у него потом спросил, он говорит, я претензий теперь не имею. За поведением на дороге и за соблюдением всех правил дорожного движения с кутеристами будут пристально следить сотрудники ГИБДД в Барнауле. 30 и 31 мая они проведут профилактическое мероприятие по выявлению нарушителей на двухколесных. Таких инспекторы ежедневно находят около 15. Целенаправленно проверить умение быть послушным участником движения назрело из-за статистики. В Краевой столице в этом году уже произошло больше 20 ДТП с участием вело- и мототранспорта. Один человек погиб. 1 июня вступает в силу вторая часть антитабачного закона. К местам, где нельзя будет курить, добавятся поезда, вокзалы, гостиницы и рестораны. А накануне сотрудники полиции проверили, как исполняется первая часть закона. В этом им помогла добровольная народная дружина. Нарушителей, а их оказалось немало, стражи порядка застали за курением на территории учебного заведения. Причем многие позже признали, что и не подозревали о том, что дымят в неположенном месте. В большинстве своем это были студенты. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. На курильщиков в неположенном месте были составлены протоколы об административном правонарушении, которые предусматривают штраф от 500 рублей. Стоит отметить, что подобного рода контроль за курильщиками сотрудники правоохранительных органов ведут ежедневно. Каждане были задержаны за нарушение ст. 6.24 Кодекса административных правонарушений. То есть нарушение антитабачного законодательства. Курили на территории учебного заведения. Знаковое событие для ВУЗа. Алтайская государственная педагогическая академия возвращает себе прежние номинования. Уже в сентябре это высшее учебное заведение станет университетом. Сейчас в Министерстве образования идет подготовка всех необходимых документов. Об этом и не только расскажет Ольга Калачева в сегодняшнем обзоре. Напомним, Академией Барнаульский педагогический университет стал 6 лет назад после неудачной аккредитации. В 2012 году по результатам мониторинга Миноборнауки даже назвал ВУЗ неэффективным по ряду признаков. Сегодня эти статусы в прошлом, надеется ректор. Последние два года стали переломными. По большинству московских показателей Академия опередила многие алтайские ВУЗы. В этом году получила медаль лучшей ВУЗы России. Но главное, с честью прошла в Москве очередной разбор деятельности некогда университета. Это знак того, что внимание к учителю в целом, в широком смысле, возвращается. И престиж этой профессии будет очень высоким. А сейчас о другом ВУЗе, техническом. Накануне здесь определяли победителей программы «Омник». 26 финалистов со всех ВУЗов Барнаула представляли свои научно-технические разработки. В результате конкурсного отбора комиссия определила 12 победителей. Тех, чьи научные идеи в будущем превратятся в малые наукоемкие предприятия. В течение ближайших двух лет каждый из них получит 400 тысяч рублей. Таков размер гранта, который выделяет Федеральный фонд содействия развитию малых форм предприятий. Кстати, эта структура создана правительством России. Мы первый раз на Алтае, в Алтайском крае. И мы смотрим проекты, они очень хорошие. Здесь всегда хорошая подготовка проектов. С ребятами предварительно ведется тренинг. Шесть школьников на Алтае накануне были удалены с обязательного экзамена. Выпускника из Бийска поймали со шпаргалкой. А пять других, жители Рубцовска, Славгорода и Табунского района, пытались воспользоваться сотовыми телефонами. Таков предварительный итог аттестации по русскому языку. Напомним, на первом в этом году ЕГЭ отличилась жительница Барнаула. Она пронесла сотовый телефон в пункт проведения 26 мая. По всем семи случаям сейчас проводятся проверки. Скорее всего, результаты выпускных испытаний будут аннулированы. За час работы арестовано 15 сотовых телефонов. Взыскано больше 10 тысяч рублей. В канун Международного дня защиты детей судебные приставы вновь попытались пробудить совесть должников. Тех, кто не выплачивает алименты своим детям. Таких в крае 23 тысячи. Своим деткам они задолжали в общей сложности 4 миллиарда рублей. На встречу сегодня пригласили только 50 самых злостных. Представители светской и духовной власти вместе попытались заставить их вспомнить о своем родительском долге. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город. Чистый поток. Глобальную уборку провели сегодня в Октябрьском районе краевой столицы. С потока было вывезено 43 машины мусора. Это уже второй масштабный десант коммунальщиков в эти места за последние пару месяцев. Подробности у Алексея Янкина. Вот эти останки аварийного дома около года покоятся на Пятой Западной. Уже, можно сказать, намазолили глаза местным жителям. Сегодня весь мусор должны вывести на полигон твердых бытовых отходов. Несмотря на то, что месячник саночистки прошел в апреле, сразу несколько коммунальных организаций района 30 мая объявили бой несанкционированным свалкам. Среди них Экоград, Дорожник-2, управляющие компании. Сегодня у нас привлечено 16 единиц техники, то есть погрузочной техники различных предприятий района. Работает 40 дворников управляющих компаний на прилегающих территориях, которые есть. И вот, как я уже сказал, еще дополнительно создана бригада летучая такая из 10 человек, которая работает на незакрепленных территориях, ну будем так говорить, на бесхозных территориях. Два трактора и столько же грузовиков очищали от мусора контейнерную площадку на улице Чудненко. Ветки и стволы деревьев, а также бытовой мусор в течение трех месяцев образовали здесь настоящий завал, справиться с которым своими силами дворник, увы, не может. Только за первые часы работы отсюда вывезли несколько машин. Что касается вывоза, вот на данный момент уже 7 машин вывезено, и еще машины 3. Каждая машина 2000. Жителям постоянно говорим, что это достаточно дорогое удовольствие. Не только несанкционированные свалки и контейнерные площадки сегодня зачищали коммунальщики. В ходе субботника были очищены и так называемые бесхозные территории. В частности, удалось вернуть достойный вид парку химиков на улице Эмилии Алексеевой. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Три барнаульских художника показали себя внутри и снаружи, а в театре музыкальной комедии замахнулись на Маугли. Об этом и не только расскажет Елена Кузовкина в обзоре событий культуры. В галерее «Бандероль» выставка трех молодых художников. Объединившись, они решили показать себя внутри и снаружи. Так и назвали экспозицию. Ироничные и веселые иллюстрации от Светланы Климовой, эксперименты с формой и цветом от Кирилла Лисиченко, мистические образы-портреты от Алены Плющевой. Они очень разные, но по мнению тех, кто формировал экспозицию, получилось довольно гармонично. На наш взгляд, у авторов этих работ внутри и снаружи творится что-то странное. Мысли обретают подобные формы, а пережитая когда-то воплощается в таких вот образах. Например, работа Алены Ом. Она очень яркая, очень свежая, такой образ легкий и немножко фантастичный, при этом открытый. То есть она смотрит прямо в глаза, как вот прямо в душу. В галерее Кармин выставка совершенно другая. Ее задумали еще год назад в память об ушедшей жизни Майя Дмитриевне Ковешниковой. Все музеи Барнаула, в которых есть ее картины, с удовольствием предоставили их. Откликнулись коллекционеры, конечно же, родственники. В одной из статей искусствовед Любовь Шамина сказала, «Диву даешься, как в этой маленькой хрупкой женщине могла уместиться живая красота огромного мира». В экспозицию вошло 78 работ. Это очень много и вместе с тем ничего. Ведь творчество Ковешниковой практически безграничено. Наверное, поэтому возникла трудность с названием выставки. И об искусстве, и о том, и о сём. Строчки стихов каких-то были. Но вот Галина Грант как-то увидела, что почти все даренные работы ею подписаны искренне Майя. И такое название очень хорошо пришлось ко двору этой выставки. До премьеры всего лишь один день. Напомним, в Театре музыкальной комедии 1 июня покажут сказку про мальчишку, который вырос в волчьей стае. Сегодня мы побывали на генеральной репетиции, увидели актеров, можно сказать, во всей красе. В роли Маугли Виталия Селюков, солисты хора и балета Бандерлоги, Илья Зуев, Мутрика, причудливые костюмы, яркое оформление сцены, авторская музыка, режиссер Константин Яковлев, премьера Маугли 1 июня. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Главное событие наступающих выходных – начало календарного лета и Международный день защиты детей. Хотя погода барнаульцев не балует, их порадует обилие праздничных и развлекательных мероприятий. Фестиваль славянской культуры, детский праздник азбука безопасности, а также забег невест. Вот далеко не полный перечень всего того, что принесут горожанам ближайшие выходные. Слово Илье Кочеткову. В эту субботу барнаул снова заполонят невесты. В краевой столице пройдет, а точнее пронесется акция «Сбежавшая невеста». Как говорят организаторы, неправда, что невесты бегут от мужей и женихов. На самом деле они убегают от стандартов современной жизни, навстречу своему личному счастью и приключениям. Стартовав от дворца бракосочетания, невесты пробегут вдоль аллеи по проспекту Ленина, вплоть до самого речного вокзала. В программе также ожидается бросание букетов, танцы мам с малышами, выступление артистов. А в воскресенье на площади Мира пройдет фестиваль славянской культуры. В нем примет участие более 500 участников, молодых активистов со всего края. Барнаульцев ждут анимационные площадки, выставка «Добро пожаловать в нашу школу жизни», а также увлекательные конкурсы и лотереи. Мероприятия прежде всего детские, но, как обещают организаторы, найдется чем заняться и их родителям. Многие конкурсы специально рассчитаны на участие всей семьей. 1 июня, где бы в городе вы ни оказались, обязательно попадете на один из праздников, посвященных Дню защиты детей. Мероприятия пройдут в парках, на стадионах, детских площадках. В солнечном ветре в 11.30 начнется праздник детства, отражение лета, солнца, радуги и света. Гостей ждут аж 20 творческих площадок, 30 разнообразных мастер-классов. Здесь же в 5 вечера пройдет удивительный семейный турнир «Большое домино», где и стар, и млад смогут поиграть в большие мягкие доминошки. А парк семейного отдыха «Эдельвейс» откроет воскресную программу танцевальным баттлом «Уличные танцы». Не обойдутся без развлечений и взрослые. Алтайский краевой театр драмы завершает свой театральный сезон, повторяя наиболее яркие постановки, которые полюбились зрителям в этом году. В субботу на основной сцене спектакль «Без вины виноватые». Героиня этой классической пьесы Николая Островского возвращается в провинциальный город, с которым у него связаны давние горькие воспоминания крушения любви и потеря сына. Она и не подозревает, что этот визит принесет ей много неожиданного. Я Кчетков, информационный канал «Город». Каждую субботу. Добрый вечер. Итоги недели мы сегодня подведем вместе с гостем. Вместе с Татьяной Голубевой итоги недели подводят писатели, спортсмены, врачи, музыканты и предприниматели. Я думаю, что это только на благо города Броново. События политической, социальной. Безобразие просто. Очень неприятно и стыдно. Культурная и спортивная жизни столицы края глазами тех, кто живет в этом городе. Жителям должно быть удобно. Кость студии в эту субботу Ирина Солнцева. Впереди прогноз погоды на ближайшие выходные. Начало следующей недели от Александра Люцигера, начальника Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Скажем сразу, тепла ждать не приходится. А пока о спорте. Поздравим каратистку стиля Киокушенка Екатерину Фурсову. Она пробилась в финал чемпионата страны. В Новосибирске ей удалось выиграть чемпионат округа в так называемой абсолютной весовой категории. Продолжит Юрий Борлис. РФС согласовал с игроками сборной России по футболу систему премирования за достигнутые на чемпионате мира результаты. Что самое интересное, суммы премиальных нам никто не скажет, конечно же. Ранее стало известно о том, что РФС полностью рассчитался с футболистами национальной команды за выход на бразильский мундиаль. А то долги были. Матчи сборной России едва ли смогут показать на экранах специально организованной фан-зоны в Барнауле, как это было в случае с европейским первенством в двухгодичной давности. Игры-то в Бразилии начинаются в 5 утра, в 3 ночи. И лишь одна против Бельгии в удобные для Сибири 11 вечера. Каковы шансы сборной России на групповом этапе, где выступят с нами также команды Кореи и Алжира, мы спросили у последнего, кто был на чемпионатах мира в составе россиян-футболистов 12 лет назад аж. Барнаульца Алексея Смертина, игрока сборной 2002, а впоследствии капитана. Бельгия славится своей командой, своим поколением сильным, наверное, со времен Шифа. Вот помните, не было такой сильной сборной. Но это ни о чем не говорит, поверьте мне, потому что все определяет командные действия. Они соберутся, то есть они в клубах индивидуально все сильны, востребованы, звезды. Но попробуй организуй команду. Выходец с Алтая Виктор Горлов награжден бронзовой медалью УЕФА в номинации за лучший проект в области массового футбола. Президент Детской футбольной лиги России получил приз от УЕФА за организацию международного фестиваля «Лакобол», всем известного, который в нынешнем году проводится в восьмой раз. «Я воспринимаю эту награду как коллективную», – сказал наш земляк Виктор Горлов. Алтайские хоккеистки на траве сыграют дома теперь только в середине августа. Примут с 17-го «Динамо Электросталь», команду, так же, как и наша, занимающую последнее место в таблице Суперлиги. На первых позициях идут «Дончанка» и новички «Минские хоккеистки». У них 22 и 23 очка. Как раз этим коллективом противостоял наш Алтай-Барнаул. Кто не привык, еще это бывший коммунальщик, теперь так называется. Все четыре встречи в Барнауле, к сожалению, проиграны. И сборная «Алт-ГТУ» стала чемпионом соревнований по спортивному ориентированию в зачет комплексной универсиады вузов Алтая. В личном зачете среди мужчин сразу двое Максима Парина и Анатолий Играчев показали абсолютно одинаковое время и таким образом разделили победу. У женщин выиграла мастер спорта из БЮИ МВД Ольга Хорошилова. Юрий Борлис, информационный канал «Город». Добрый вечер. Студия Александр Люцегер с прогнозом погоды на предстоящие выходные и начало следующей недели. Весь этот период на территории Алтайского края будет сохраняться неустойчивая погода с осадками и колебаниями температурных значений. В Барнауле в субботу ночью переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный слабый, температура плюс 2-4 градуса. К утру возможны заморозки на почве. Днем переменная облачность, в конце дня возможен дождь, ветер северо-западный умеренный, воздух прогреется до плюс 11-13 градусов. В воскресенье переменная облачность, временами дождь, возможно гроза, ветер западный, ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Ночная температура плюс 4-6 градусов, возможны заморозки на почве. Днем плюс 12-14 градусов. В понедельник ночью сохранится вероятность дождя. Днем малооблачно без осадков, ветер северо-западный слабый, ночная температура плюс 3-5 градусов, возможны заморозки на почве. Днем 12-14 градусов тепла. Во вторник малооблачно без осадков, ветер северный, ночью слабый, днем умеренный, ночная температура плюс 3-5 градусов, вероятность заморозков на почве сохраняется. Днем потеплеет до плюс 16-18 градусов. В среду малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура плюс 7-9 градусов. Днем переменная облачность к концу дня. Дождь, гроза. Ветер западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Во второй половине недели похолодает. Временами будут идти небольшие дожди. Ночные температуры остаются в пределах плюс 4-6 градусов. И сохраняется вероятность заморозков на почве. Дневная температура будет плюс 13-16 градусов. Хороших всем выходных и до встречи через неделю.